Кыш-кыш-кыш, разбегались тут. Всем доброго времени суток, с вами Чешир. Как многие знают, у нас тут подъехал новый сервер и в связи с этим просто тонны по меркам Айона, конечно, новичков, которые путаются в огромных количествах экипировки, а главное последовательности ее одевания. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Но сначала все-таки и иногда хочется чуть-чуть кушать. Поэтому вы сын или дочь миллионера, сэкономили на школьных обедах, или же просто не хотите тратить время на крабство игровой валюты, тогда киберлот.ру, торговая площадка для вас. Просто огромнейший список игр и услуг. Еще один момент. Многие спрашивают, как нубками пройти снежную обитель. У нас не хватает ДПС, отхила и вообще она очень сильно бьет. Во-первых, посмотрите видосик про обитель, который был ранее на канале, чтобы точно запомнить, что и как делать. Во-вторых, как раз не хватает дамага из-за отсутствия ПВЕ урона, что мы и попробуем решить сегодня. Ну а в-третьих, небольшой лайфхак. Нужны какие-то дополнительные банки на отхил. В моем случае я науки на Абероне нашел питательное желе. Но также это могут быть улучшенные сильные зелья исцеления, королевский корень женьшени или что-то типа того. А также в дополнение желательно использовать свиток поглощения урона, ну и еще можно обмазаться бафами в цитадели Маргаса или Тосканома. Итак, вот мы создали аватарчик, или же просто докачались до 66 левела. И встает реальный вопрос, что же одевать? Точнее, даже я бы сказал не что, а как правильно и в какой последовательности. Мы не будем сейчас тут рассматривать, есть или нет у новичка денег на все это, так как это тема для отдельного видосика. Ну, я очень постараюсь пройти стак, чтобы это не все очень сильно било по кенарам только что апнувшихся дэвов. Часть мы рассмотрим на примере Аберона, так как тут очень живая экономика в данный момент, и некоторые вещи являются очень такие актуальными. Ну и по сути будет два примера экипировки, ПВЕ и ПВП. С одним попроще, с другим чуточку сложнее, но ведь это нас не останавливает. Ну, поехали. Вот вы, аватары, стоите такой посередине Лизы или Панды в своем недомонорне и думаете, а че же на себя напялить? Первое. Идем к аукциону и вводим одно слово. Крова. Делаем тип украшения. Тут небольшое дополнение, интересует только Феол. И видим. Физические серьги, например, начиная с 3 миллионов и выше, магические, конечно, чуть дороже. Например, дальше жерельки от 1,5 миллионов, это копейки. Кольца от 5, но вот с магическими как бы проблемами. С магическими всегда обычно проблемы. А пояса вообще от 1 миллиона. Ну и также можно прикупить себе крылья, которые стоят тоже в районе 1,5 миллионов. Почему крова? Потому что это на самом деле первая экипировка-бижутерия с ПВЕ урона в статах. Да, вы будете тратиться на зачарование всего этого, но привыкайтесь с детства, так как весь последующий экип в этом обновлении привязан как раз к зачарованию. Кстати, в случае старых серверов данная бижутерия будет стоить куда дешевле, а в некоторых легионах ее могут раздавать вообще просто так. Ну и не говоря о том, что начиная с 72-го, крова вы сможете фармить самостоятельно, если соберетесь в пати из трех человек. Да, тут есть свои лайфхаки, но о них мы будем говорить тоже отдельно. Собственно, вот мы и собрали, купили первую бижутерию с ПВЕ, атакой, защитой. Какие же мы умнички. Дальше, по сути дела, стоит за экипировкой, сетом или оружком. В 5.8 новичкам завезли паладевые монеты, за которые можно взять в главной крепости Истар или Носвальда, в зависимости от расы, достаточно приличный сет, почетного гвардейца или чуть продвинутый элитного гвардейца. Тут есть небольшое но, правда. Если вы аватар, то у вас есть недомонорм плюс 15-й. Так вот, обычный почетный сет гвардейца уступает по определенным важным параметрам как раз тому самому манорному. А элитного гвардейца на старте слишком дорого, и мое имхо не стоит того. Да, есть возможность сначала взять почетного гвардейца, потом эволюционировать его в элитного и так далее, и вообще в конечном итоге зафигачить его в 80-й ап. Но вся проблема состоит в том, что это слишком дорого и долго, да и в любом случае понадобится для этого 75-й ап. Поэтому, хотя вокруг всего этого, лично я пришел к выводу, что на самом старте все, на что можно потратиться из этого всего, это на оружие элитного гвардейца. Опять-таки, только для поднятия ПВЕ-атаки. Если же вы не аватар, то сет почетного гвардейца вполне можно прикупить. Но тут главное понимать, что это проходной сет. И, например, на плюс точить его не стоит. А камни вставляем, ну, максимум плюс шесты. И то, если это старые сервера. А если это Аберон, то плюс шесты вообще дорого. А вот под низ оружия, по сути, без разницы, что припаивать. Главное, чтобы там были более-менее нормальные статы. Если же вы мажор, например, и у вас достаточно средств, то можете зафигачить туда, например, заветов лабиринта, это из библиотеки, и бегать наслаждаться. Вот, по сути, таким кустарным способом мы собрали себе уже достаточно приличную ПВЕ-атаку. Еще раз хочу все-таки акцентировать внимание, как и прошаренных игроков, так и совсем новичков. Все это проходной сет, и упарываться в него сильно не стоит. Точнее, вообще не стоит. Сами палатевые монеты берутся за квесты в Истаре или Носвальде. Особенно за квесты перед Нубы Донжами. Ну, а также еще в разломе забвения. Ну, а после всего этого, когда уже будете плюс-минус что-то понимать в обстановке на сервере, обращаем свое внимание на экипировку Заветов Аполлона. На данный момент это то, к чему надо стремиться, если вы хотите проходить уже достаточно сложные данжи. И опять, у нас идет тут разделение. Если вы пришли играть на старые сервера, то внимательно смотрите перед первой частью цены на всю экипировку Заветов Аполлона. Потому что на старых серверах может оказаться так, что, да и вообще безможет, что Заветов Аполлона будет собрать куда дешевле и проще, по крайней мере, какие-то из частей. А если вы играете на Абероне, то все-таки без первой части не обойтись. Так как Аполлон хоть и начал падать в цене, но все еще остается достаточно недешевым. И еще один момент касательно Аберона. Огромный недочет системы монет Аберин. Фу, короче, вот этих хрений. Вот была бы моя воля, я бы нафиг убрал из этого хомяка сет Аполлона. Не потому что я жадный, а потому что многие малыши по незнанию накупили себе за эти монеты именно Аполлона. Когда категорически этого делать не стоит. Даже не задумывайтесь о покупке его за данные монеты. Все эти кругляшки стоит сливать только на 75-й апсет. Примите это за аксиому. Ну и плавно переходим к PvP-эквипу. Тут постараюсь уложиться быстрее. Первое, на что стоит обратить свое внимание, это на межутерию защитника рунов. Данная бежа выбивается из выигрышного рунаториума с определенным шансом. На старых серверах она стоит вообще сущие копейки. А на Бероне пока что держатся в цене. За ней идет 70-я Абежа. Гвардиаканов, ну или стражников в зависимости от расы. Но на самом деле они по статам очень и очень похожи. Основная разница в одной кенарной зачаркой, в другой АПшная. Ну и в Абеже все-таки статы чуть получше, хотя, например, процент PvP слегка проигрывает. Ну а как совсем бюджетный вариант, можно побегать по базе в бездне и насобирать себе символы кровавой битвы. И прикупить старую 65-ю PvP-бежу за них. Но вот по мне, если честно, это больше геморно, чем профитно. Сетом по сути та же фигня. Кроме как из 70-го АПа выбирать не из чего. Обитель научились проходить уже достаточное количество игроков. Надеюсь, спасибо мне отчасти за это. Ха-ха. Так что аукцион даже на Абероне проседает уже по ценам на данную экипировку. А на старых серверах так она вообще практически ничего не стоит. Ну а после всего этого идет уже 75-й АП-сет, который мы покупаем за медали и АП на арене. В случае Аберона есть еще возможность прикупить его за те самые монеты Аберинра. Что, собственно, и стоит делать. А АП и медали тратить только на бижутерию. Если вы игрок старых серверов, то вам открывается весь спектр аукциона, где 75-й АП в некоторых случаях даже точеный уже стоит как запорожец по сравнению с Лексусом. Вот как-то так. На самом деле это все. Особых каких-то сложностей в этом всем нету. Стоит только еще раз отметить то, что не забывайте все время проверять аукцион и следить за тем, что творится с той или иной нужной вам экипировкой. Потому что где-то и как-то вполне можно урвать себе вещи высшего порядка, куда дешевле, чем они стоят на самом деле. Также, так как уже праздники на носу и сейчас все делается в спешке, я мог что-то не учесть или о чем-то забыть. Так что если вам есть что добавить, пишите свободно в комментариях. Это может быть полезно. И вот напоследок вспомнил небольшой бонус для совсем-совсем новеньких игроков. Точить водой аугментации стоит только 75-ю АП бижут. Никакие Аполлоны, Руны и прочее точить ее не стоит. Не тратьте свои ресурсы напрасно. А то он уже видел, некоторые ДД бегают с точенной бижой Аполлона. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся, вступаем в мою группу ВКонтакте. И всем удачных новогодних снов с мандаринками.